Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Новый детский сад на 215 мест. В микрорайоне Волгарь готовят площадку под строительство. Укладывается ли подрядчик в график? В Самаре завершается ремонт нескольких дорог вблизи Крымской площади. Еще на один долгострой меньше. Обманутые дольщики, купившие квартиры в 82-м доме Потухачевского, скоро отметят новоселье. В Самаре представлена обновленная стратегия развития региона до 2030 года. Напомню, масштабная работа над документом проходила в прошлом году. Внести свои предложения мог каждый житель области. Что конкретно предлагают скорректировать, расскажем в нашем следующем сюжете. Корректировка стратегии развития региона – основная тема расширенного заседания правительства. Активная работа над документом велась в прошлом году. От жителей области поступило более 900 тысяч предложений. Все они проанализированы и учтены при формировании документа. Качественно составлена и последовательно реализуемая стратегия – залог успешного развития региона. В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто четко ставит себе цели и задачи, ясно представляет свои возможности, максимально эффективно реализует преимущества. Поэтому для Самарской области, стремящейся быть в числе регионов-лидеров страны, продуманные стратегии – это непременные условия развития. Чтобы объединить стратегию развития и национальные проекты, инициированные президентом страны, в документ необходимо внести некоторые коррективы. Подробнее о них рассказал председатель правительства Виктор Кудряшов. В частности, дополнен перечень и значение целевых показателей развития социальных отраслей. Например, это касается уровня бедности. Снизить его более чем в два раза поможет ускоренное развитие экономики, рост занятости и адресная соцподдержка нуждающихся. Сделан акцент на наращивании темпов производительности труда. Перед правительством региона стоит задача вовлечь не менее 250 промпредприятий в реализацию соответствующего нацпроекта. Корректировки также подверглись разделы образования, здравоохранения, экология, региональная политика и развитие цифровой экономики. При этом главные цели стратегии остались неизменными. Это улучшение качества жизни населения, рост конкурентоспособности экономики, повышение эффективности деятельности органов власти. Новая стратегия ставит перед нами еще более амбициозные задачи по осуществлению экономического прорыва и достижению лидерства на основе развития ключевых компетенций. Включение в реализацию национальных проектов позволит экономике региона выйти на новый уровень и решить глобальные социальные задачи, значительно улучшить инфраструктуру. К 2030 году регион должен превратиться в территорию комфортного проживания с высоким человеческим потенциалом, закрепиться в числе наиболее развитых промышленных регионов страны. Корректировки стратегии социально-экономического развития региона на расширенном заседании правительства поддержали единогласно. Произошло, на мой взгляд, очень важное событие для Самарской области, потому что мы в рамках принятой стратегии, во-первых, определили наше место на сегодняшний день, и самое главное – это взгляд в будущее. Открываются большие перспективы для всех. И для молодежи, и для тех, кто сейчас уже в возрасте, и для тех, кто в активном, скажем так, этапе находится жизненном. И я с большой уверенностью смотрю в будущее. До 30-го года мы с вами станем одним из самых основных и мощных регионов в стране. Подводя итоги работы за последние два года, губернатор отметил серьезное укрепление позитивного имиджа региона на федеральном уровне. Большое внимание уделено решению проблем обманутых дольщиков. В 2018-м из реестра проблемных объектов исключили четыре дома. В текущем году уже три. Долгожданное жилье получили тысячи человек. До конца года завершат еще пять долгостроев. По-прежнему на особом контроле сфера здравоохранения. Открыто 11 новых учреждений и отремонтировано 47. Закуплено 60 машин скорой помощи. Активно внедряется проект «Бережливая поликлиника». В первую очередь в 17 детских отделениях. В этом году создается Центр онкологической помощи. Переоснащается региональный сосудистый центр и два сосудистых отделения в Тольятти. Проводится до оснащения 14 детских поликлиник. В этом году откроется 14 ФАПов. В приоритете и системе образования. В сфере образования одним из наших приоритетов является обеспечение доступности мест в детских садах. Особое внимание при этом уделяется созданию ясельных групп. В 2018 году были введены 9 детских садов. В этом году в регионе строятся и капитально ремонтируются 28-17 из них. Совершенно точно будут введены в эксплуатацию в текущем году. Ремонт идет и в 45 техникумах и колледжах. Активно внедряются демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Создан региональный научно-образовательный центр. Особое внимание и спорту. В 2018-2019 годах введено 10 крупных спортобъектов и 30 площадок. До конца года к ним прибавится еще 4 фока и 15 спортплощадок. Откроется инклюзивный спортивный детский парк около Самар-арены. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Еще одним проблемным объектом в Самаре стало меньше. Квартиры получили обманутые дольщики 82-го дома по улице Тухачевского. Как долго люди ждали новоселья, расскажет Сергей Кизоркин. Теперь можно и детей рожать. Правда, сначала отремонтируют свою однушку, радуются супруги Сиволобовой, Евгения и Марина. 15 лет назад после института они поженились и вложили все подаренные на свадьбе деньги в долевое строительство. На Тухачевского 82 хотели купить однокомнатную квартиру и быть счастливыми, как и все. Но застройщик украл их мечты. Ключи семья Сиволобовых получила только сейчас, когда многоэтажку достроила уже другая фирма. А все это время Евгений и Марина скитались по съемным углам и ждали новоселья. В 2006 году мы поняли, что дом сдаваться не будет и после чего начали уже выяснять, что к чему и как. Направляли дело в суд, в прокуратуру. Все это время мы снимали квартиру, соответственно платили за съем жилья. И, наверное, переплатили еще такую же квартиру. Активно решать проблемы обманутых дольщиков начали в последние два года. Рабочая группа собирается еженедельно по каждому долгострою. Туда входят представители областного минстроя, прокуратуры, общественности и добросовестных строительных компаний. В 2019 году три долгостроя ввели в эксплуатацию. К Новому году число новоселов должно увеличиться вдвое. А пока в губернии проблемными считаются 47 домов. Эта проблема очень тяжелая для Самарской области, но как и, в принципе, для всей страны. Десятки объектов находятся в полувзвешенном состоянии. Люди десятилетиями ждут своей квартирой. Но как раз вот этот момент, можно сказать, счастливым застройщик, порядочный человек достроил этот дом. Хотя он был очень сложный с точки зрения коммуникации, по времени. Строительная компания Вадима Кибардина взялась исправлять ошибки предыдущего недобросовестного застройщика. Наследство досталось тяжелое, признается бизнесмен. Около трехсот обманутых дольщиков. Речь шла о трех недостроенных домах. Один на пятой просеке, два на улице Тухачевского. Сейчас все высотки сданы. Обманутые дольщики получили квартиры. Сегодня ключи вручили 23 семьям. У нас, к счастью, все сложилось. И нам помогали здорово и город, и область. И мы по многим вопросам находили быстрый отклик и решение. Поэтому сегодня вот мы здесь. И люди уже, как вы видели, приступили к обустройству. Начинают ремонт в своих квартирах. Надеемся, что скоро здесь зазвучит детский смех. И будут довольны лица людей. В Самарской области проблему обманутых дольщиков решают по нескольким направлениям. Некоторые люди вместо квартир могут получить денежную компенсацию. Есть ли на стройплощадке котлован или фундамент. Второй вариант. Строители завершают объект за свой счет в обмен на госльготы. Также привлекаются средства областного и федерального бюджетов. У семьи Сиволобовых сейчас более приятные хлопоты. Они хотят успеть сделать ремонт до конца декабря, чтобы встретить Новый год в новой квартире. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Самарские таможенники задержали самую крупную партию холодного оружия за последние годы. Опасный груз обнаружили во время досмотра фуры в районе Большой Черниговки. В машине, которая следовала из Казахстана в Москву, нашли около двух тысяч ножей. Подробнее Елена Малютина. Олень, аллигатор, пантера, акула. По этой маркировке сотрудники таможни различают холодное оружие. В заводской упаковке и ножнах опасный груз. Его водитель фуры перевозил по документам, как кухонные ножи. Во время досмотра обнаружили партию в 17 тысяч экземпляров. Согласно накладной, в машине также находились товары народного потребления. Товары находились в голове, скажем так, грузового отсека и были со всех сторон заложены детской обувью, тапочки домашние. В ходе проверки пока выявлено, вернее отнесено к холодному оружию порядка, как я и сказал, 1676 единиц. Проверка еще проводится. После товар конфискуют, а материалы дела об административном правонарушении передадут в правоохранительные органы. Елена Малютина, Максим Гусев, События. В микрорайоне Волгарь появится еще один детский сад. Сейчас готовят площадку под новый объект. Также в микрорайоне продолжается строительство дорог. Как идут работы, проверила глава города Елена Лапушкина. Подробности выездного совещания в нашем следующем репортаже. Новый детский сад на 215 мест в Волгаре появится уже в следующем году. Сейчас строители готовят площадку, роют котлован, уже начали завозить песок. До конца года что успеете здесь делать? Ну, здесь надо сейчас... Мы график предоставляли. Коробку, сети. То есть полностью с ограждениями. Все, все, все. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет строительство и новых домов, куда в следующем году планируют переселить людей из ветхого и аварийного жилья. Два здания практически готовы. В ближайшее время строители приступят к кровли и начнут подключать коммуникации. На фасад тоже выходим где-то в районе 15-16 числа. Сейчас уже, значит, подрядчик у нас уже готовится к этому делу. Ну, естественно, и сейчас уже будем начинать обвязку тоже где-нибудь к концу следующей недели, начинать обвязку подвала по теплу, по воде. В микрорайоне делают и новые дороги. По программе стимулирования развития жилищного строительства в городском округе Самара и развития жилищного строительства в Самарской области до 2021 года строится несколько объектов. Первый на улице Александра Солженицына практически готов. Остается нанести разметку и установить ограждение. По нас проекту, да, найдет в этом году сдача уже? Когда официально сдадите нам ее? В конце сентября. Мы готовы к 1 октября сдаваться. Завершается и строительство дорог до этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» и по улице имени Героя России Виталия Толобаева. В следующем году здесь, на одном из домов, в память о нем планируется установить мемориальную доску. В Самаре завершается ремонт восьми дорог вблизи Крымской площади. Их приводят в порядок по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Укладывается ли подрядчик в график, узнал наш корреспондент. Местные жители рассказывают, улица Аксакова в последнее время превратилась для них в полосу препятствий. Асфальт был в трещинах, тротуары в выбоинах. В этом году улицу полностью обновили на участке от Урицкого до Чернореченской. Сначала восстановили дорожное покрытие, а затем привели в порядок тротуары. Уложили песчаное асфальтобетонное покрытие толщиной 5 сантиметров. Поставили новые знаки, нанесли разметку на ближайшем перекрестке. Жители радуются переменам. Пока что еще в процессе, но думаю, будет очень хорошо. Давно уже здесь асфальт не менялся. Были кочки, ямки, выемки. Ну, здесь по-другому все сделали. Улица Аксакова – одна из дорог, которые приводят в порядок на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же реконструкция предстоит восьми улицам в районе Крымской площади. Ремонт комплексный, его ведут круглосуточно. На тех участках, где работы завершены, ставят дорожные знаки, пешеходные ограждения, наносят разметку. В порядок уже привели 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. А площадь обновленной пешеходной зоны составит 7 тысяч квадратных метров. Работы почти завершены. Выполнена замена бортового камня, фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя. За качеством работ постоянно следят дорожные службы города и общественники. Завершить ремонт дорог около Крымской площади должны в начале октября. Подрядчик работает с опережением графика. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События. Дизайнерские скамейки, бульварные диваны и масштабное озеленение. Самара преображается по проекту формирования комфортной городской среды. Сколько пространств удалось изменить к лучшему с начала работы программы, расскажет наш корреспондент. Еще полгода назад это место люди обходили стороной. Здесь лежал мусор, сквозь который прорастали кусты. А сейчас в сквере у храма Кирилла и Мефодия полный порядок. Детская площадка с антитравматическим покрытием, лавочки, газоны, хорошее освещение. Все это здесь появилось буквально за несколько месяцев. Отремонтировали территорию от А до Я по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Раньше был здесь лес непроходимый, сейчас здесь сделали для детей площадку. Много разных качелей, домиков, горки, вот я смотрю. Ну и в общем-то все очень красиво. Стали доступнее для самарцев и достопримечательности Крыма. Такова задумка авторов дизайн-проекта Крымской площади. Долгое время эта территория была заброшена, теперь она преобразилась. Здесь можно отвлечься от городской суеты и погрузиться в атмосферу курорта. Главные достопримечательности – Воронцовская ротонда, 9-метровый ялтинский маяк и мозаичное панно карты Крыма. Новые арт-объекты пользуются популярностью местных жителей. Самарцы отдыхают на волнистых скамейках, любуются видами. Более проработанное на стадии проектирования городские пространства. Впервые в конце февраля этого года было собрано архитектурное сообщество Самарской области, где при участии главы города именно профессионалы, дендрологи, экологи, архитекторы, дизайнеры еще раз пересматривали каждый дизайн-проект и вносили свои профессиональные правки. Подчеркнули индивидуальность и сквера Фадеева. Теперь его не узнать. Детский игровой комплекс в космическом стиле, спортивные площадки, беговая дорожка, уникальная в своем роде. Такого покрытия в Самаре нет нигде. Скамейки, новый газон, автополив. Точкой притяжения горожан стал бульвар Металлургов и площадь Мочилова. Масштабный ремонт должен стать импульсом развития района. Здесь уложили 18 тысяч квадратных метров плитки, установили около сотни дизайнерских скамеек и три десятка так называемых бульварных диванов, урны практически на каждом шагу. В темное время теперь не менее комфортно. У Ю создают 60 новых светильников, которые дают рассеянный свет. Появилось ноу-хау для пешеходов и водителей. Мощеный пешеходный переход, плитка разных цветов. Теперь коммунальщикам не придется каждый год обновлять рисунок зебры. После такого наш ремонт прекрасный. Все нравится. Но я лично очень рад. Реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды началась в 2017 году. За это время привели в порядок более тысячи дворов. Только в этом году облагородили более трехсот. Также скверы, парки, аллеи, бульвары. Таких пространств более пятисот. Валерия Куценко, Елена Малютина, Василий Колдашов. События. Фейковая реальность. Чем она опасна? В Самаре прошел круглый стол по вопросам выявления и противодействия ложной информации. Специалисты IT-компаний и представители Министерства иностранных дел рассказали о новых способах защиты. Подробнее Мэри Елчан. Эти люди знают все о виртуальной реальности и опасности, которая она таит. Представители ведущих IT-компаний России и зарубежья приехали в Самару, чтобы поговорить о кибербезопасности. В первую очередь это борьба с ложной информацией. Конечно, обществу нужно выработать соответствующие инструменты борьбы, предупреждения, наказания за такие роды мероприятия или целые спланированные акции. Главная причина, из-за которой появляются фейковые новости, это непроверенные источники, уверены в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве ежедневно отслеживается весь информационный поток. Есть специалисты, которые читают статьи, смотрят новости и ищут, какие из них фейковые. Для того, чтобы облегчить анализ поиска, будут использовать технический инструментарий. Например, сервис Крибрум. Это система мониторинга и анализа социальных медиа. Он отслеживает продукты, услуги и людей. Автоматически ищет отзывы и анализирует их, указывает на эмоциональную окраску и выгружает данные в виде графиков и отчетов. Это проблема, которая существует. Разумеется, надо обращать на нее внимание и обсуждать те методы, благодаря которым мы могли бы распознавать фейки, бороться с дезинформацией. И, конечно, обсуждение в рамках круглого стола – это, безусловно, полезно. Алексей Гришин – один из организаторов международных соревнований «Волга-ЦТФ», которые проходят в Самаре. В одной из московских компаний он отвечает за информационную безопасность. Сегодня Алексей рассказывает о важных правилах, которые должен знать каждый пользователь интернета, чтобы не подвергнуться кибератаке. Самый первый важный момент – это, ждем ли мы это письмо. То есть, ну, как бы, ожидали, мы его знаем, что оно нам придет, нужно нам или нет. Второй момент, на который нужно обязательно обратить внимание – есть ли внутри письма мотиваторы. То есть, это что-то акцентирующее срочность, важность. И третий – это наличие ссылок и вложений внутри письма. Именно через ссылки и вредоносные вложения как раз-таки злоумышленники получают контроль над компьютером жертвы. «Волга-ЦТФ» – это международные межвузовские открытые соревнования в области информационной безопасности. В этом году в них приняли участие 180 специалистов по киберугрозам из России, Австрии, Вьетнама и Венгрии. В финал прошли 16 лучших команд. Они состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимости у ресурсов противника. В Самаре появилась аллея семейного единения. Молодые деревья в парке «Воронежские озера» посадили участники конкурса лучших пап города. Как определяли самых достойных, узнал наш корреспондент. Дружная семья Вячеслава Хантеева, как и всегда, вместе. В этот раз на открытии аллеи в парке «Воронежские озера». В семье шесть детей – сыночек и пятеро дочек. Вячеслав говорит, хоть и трудно, но он старается всем уделить внимание. Например, сына Глеба возят на занятия по греко-римской борьбе и учат его ремонтировать мебель. Побольше внимания уделять ребенку, побольше делать совместных интересных вещей. Мы с ним много чего делаем. Собирать пистолетик, гранату и самолетик. И еще мы скоро сделаем корабль. Аллею семейного единения депутаты и жители города посадили благодаря проекту «Отцовское древо». Это уже вторая ее очередь. Организаторы говорят, аллея – символ взаимной заботы, крепких и дружных отношений в семье. Здесь же прошли мастер-классы и творческие мастерские для детей. Эта акция – один из итогов первого Всероссийского конгресса «Отцы и дети», который прошел в Самаре. На нем же и выбрали лучших отцов города. Одним из критериев выбора стали успехи детей в спорте или учебе. Акцию организовал комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа. Главное, чтобы отцы научились качественно проводить время, то маленькое время, которое они могут уделить своей семье. Потому что мужской пример отца, он очень важен для формирования человека. Отцовское движение, как наш совет отцов, в том числе сегодняшнее мероприятие, позволяет задать такой темп, настроение, образец и, например, для других, на что ориентироваться. Это уже вторая очередь аллеи в парке «Воронежские озера». Третью посадят в мае, во время другой общественной акции. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. В Самаре завершился 12-й Всероссийский фестиваль «Соль земли». Творческий марафон из года в год успешно объединяет профессиональное сообщество режиссеров, сценаристов, операторов неигрового кино. В этом году свои заявки прислали более 300 авторов. На церемонии закрытия фестиваля побывала наша съемочная группа. Награду главы города получает самарский режиссер Александр Леонтьев. Жюри Всероссийского фестиваля «Соль земли» отметила его фильм о генерале Баранове. Документальное кино рассказывает об истории жизни героя России. Этот фестиваль – это возможность пообщаться с жюри, возможность пообщаться с коллегами, возможность посмотреть на тех, кто лучше тебя, на тех, кто не хуже тебя, такой же, как ты. Ну, потому что случайных людей здесь нет. Все абсолютно люди, которые здесь есть, все фильмы, они все достойные. В этом году заявки на участие в 12-м фестивале документального кино подали более 300 авторов из России, Белоруссии, Армении и Грузии. Номинированы 52 работы. Фестиваль «Соль земли» задумывался как дань памяти талантливому самарскому режиссеру-документалисту Михаилу Серкову. И вот уже более 10 лет объединяет большую кинематографическую семью, сохраняет и приумножает добрые традиции. Безусловно, для нас, для самарцев, очень важно сохранять традиции самарского документального кино. Ну, конечно, учиться чему-то новому. Ведь документальные фильмы – это для нас с вами, дорогие зрители, возможность узнать удивительных людей, узнать о потрясающих событиях и о многом-многом другом. Конечно, мы бесконечно рады и благодарны всем авторам, которые принимают участие в самарском фестивале и говорят с нами о любви, о дружбе, о морали, о нравственности, о патриотизме. А во всем том, что действительно волнует каждого абсолютно человека. Фестиваль «Соль земли» – еще и хорошая возможность для зрителей пообщаться с именитыми актерами и режиссерами. В этом году встречи с ведущими артистами, режиссерами, документалистами прошли на главных фестивальных площадках – кинотеатре художественной, в историческом парке России «Моя история» и аудиториях самарских вузов и техникумов. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова